это так называемый единый легкий дизельно-грузовой автомобиль разработан он был специально то, что пускал сначала 6 марок, потом 9 они все были унифицированы машина крайне интересна, дизельный мотор, независимая подвеска из всех колес как вы видите, машина вроде бы спросевшая, она должна уже не ехать, но она едет ну да, это вот особенность этой конструкции, независимой подвеской при некоторых повреждениях она все равно сохраняет возможности движения но была все-таки еще одна маленькая проблема связана с этой машиной, ее стоимость цена этого автомобиля была равна стоимости половины легкого танка поэтому, собственно, после начала войны производство аэнхо-дизеля прекратилось она вообще очень серьезно повлияла на производственные программы всего автомобильного первого пик мира значительную часть производителей перестроила